доброго времени суток друзья с вами как всегда я dimmix и сегодня у нас need for speed the run в далеком 2011 году у меня комп не тянул такие вот очень продвинутые игры на движке frostbite 2 на которую собственно говоря было задействован этот движок был задействован в медалов хонор warfighter медалов хонор и battlefield 3 вот что ж давайте же вот теперь мы заценим игра вышла в 2011 году на консолях xbox 360 и playstation 3 то есть current gen ну и пока естественно вот давайте же мы с вами начнем заран таскать новую игру я немножко прошел почему я выбрал именно эту игру потому что мне просто не нравится rivals и most wanted 2012 года вот так что вот первый этап да джек рурка джек гонщик один из лучших но и своего характера он увяз дорогах ему самого что не вернуть мафия назначил наград за его голову и тут вы посмотрите на движок кривом просто шедеврален посмотрите на это чудо это видели офигеть можно детализация была то есть понимаете что что вот блики это все сделано движки игры это очень круто большинство производства black box создатели естественно кто хрен знает кто пропустил вот почему же эта игра меня сцепила скажу вам прямо сюжетом то что тут нету открытого мира тут тупо задания но они крутые и сделан так в энергичном троевого стиле например вы сейчас это увидите предположим это мы как его там джек райан что то есть нас поймала мафия видите нам в машине в этой какой там porsche вроде с разбитой рожей во тьме и он просыпается и может понять что происходит я играю на геймпаде геймпад это круто геймпад это супер особенно в таких играх и файтингах и в гонках он очень даже играет большую роль так ну чтож вот видите вот такой у нас блик освещение это ультра настройки до 2011 год но смотрите какой графика она она ну как вам сказать нет это ну хорошая кроме вот этого хотя даже тут видно что постарались и тут нас опускают резко вниз так так вам уже к смотри как машина падает и детализированные лица воу и джойстик начал вибрировать и нас сейчас может зажать а шаг райан выбирайся 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 чувак ты сможешь давай 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 x против машины давай 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 тогда слышите вы ли ли вы или нет вибрацию джойстика но я очень сильно слышу так тихо 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 вот это драйв если еще next ген добавить вот это будет вообще круто то есть представить что это игра выйдет на планшет 4 или xbox one к будет круто так давай 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 вот и вот такие вот сцены достаточно много в игре они встречаются если получится мы с вами их немножко посмотрим некоторые если я найду конечно отрезки миссий но пока что он угоняет бмв и гонит в путь и мы видим как бмв был выезжает откуда-то там и нам дают управлять так управление изменил жаль ну ладно мы справимся таким управлением так убегите от мафии да ладно а я не знал ух ты блин зары контрольной точки это я знаю такая фигня присутствует а это типа знаете вот как grid автоспорт вот такая штука была то есть вас возврат или принципе rc возврат типа времени тут это ведь фигня не ограничены в зависимости от того какой вы уровень сложности выбрали если вы выбрали низкий то у вас вроде как 12 этих возвратов будет если вы выбрали средний то у вас на порядок меньше 6 или сколько там а если выбрать вообще высокий то у вас будут то есть вообще не будет возвратов так слушай выбирайте либо низкий либо средний уровень сложности вот что-то я заговорился и немножко пролетел в поворот то что ж такое то но 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 тихо 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 так 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 но fps у меня стабильный как вы могли уже догадаться и по качеству картинки потому что как бы еще одиннадцатый год чего хотите неужели мой комп не способен на тысяч 11 год наш способен вы чем ухты вот и вот вибрация джойстика она очень сильно помогает вот ну не знаю кому как мне лично прямо такой драйв заставляет такой доставляет такой щенка вот я для там сам сейчас нахожусь и вот это вот гоняюсь от копов или от мафии вот это очень круто так но как бы давай 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 подрезать прав тут нельзя но все-таки и надо спасибо то блин козлы тихо 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 не надо мне полить не надо вуууу вулу-у-ууу-ууууууу тихо ребята ты ж блин о это живожий поезд там поезд чувак поезд нет ну все капец не 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 не栗ый себе это action это это если чё поезд так проехал с вибрации ну вот собственно говоря мы первую миссию прошли сэм харпер джеки сэм многие и нам не дали прочитать что там он текстурки они конечно прогружается он видите там на заднем плане были такие вот косяки это видимые за вертикальной синхронизации который тут стоит изначально вот ролики мы можем пропускать вроде как не как нет нельзя извиняюсь вот мы сейчас поговорим с этой девушкой типа она скажет и ты типа лучший гонщик ты должен гонять и не забивать на это все ну что-то вроде да блин ну предположим ребят вот прохо прохождение 40 не могу вот сделать по ней потому что честно скажу вот при стабильном fps вот у меня сейчас хотя он и так стабильный но как-то знаете уже не хочется и перепроходить я уже там половин прошел и как бы их чудо пройти и все и забить на нее вот даже не знаю что мы еще можем обозреть вместе с вами будет шторм да точно давайте будет шторм следующий раз на джойстики и попробую то будет круто кто может battlefield bad camp нет bad company 2 был отца до 3 battlefield 3 battlefield обзора не было 4 был но там типа просто без комментариев какое крутое освещение ребята чё-то мы отошли от темы вы посмотрите на к на это освещение текстурки все проработано да ты игра блин круче к ловите ганглаз warfare в раз десять по текстурка мы вот этим всем вещам так и куда это он поехал типа лифт такой что мол полегче так как бы им как бы нам дали чуть планшет что надо ли планшет воу-воу-воу планшет не творит за ран и это только начало короче ребята все выглядит очень круто и даже музыка вот музыка просто шикарного некоторых моментах просто вот например рушится там разный объект потому что frostbite но вы знаете движок разрушений и прочее это реально круто вот наблюдать и вот такой музыку вот иногда бывает такая так давайте мы с вами выберем какую-нибудь машинку я не знаю что тут по ограниченные здания пока нам нельзя она потом доступна будет давайте мы с вами возьмем так 303 306 306 вот это конечно взял но там мало мощности давайте возьмем вот это чтобы как бы как бы пусть будет это я уже те предыдущие уже нагоняла вот на это еще не гонял так вот вот 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 так вот все мы готовы ребята гоночки шоа нет блин не готов кстати да по ночи короче это главная цель нашего джек митчелла это блин митчелла кладить переграла главная цель добраться короче до нью-йорка любым любыми способами давайте вообще осмотрим текстурки вот вблизи пока что у нас есть там время немножко вот как-то вот а вот это все выглядит ну достаточно круто даже вот вблизи еще предположим остановимся и посмотрим то есть право короче сам вот эту вот поверхность пола я ее так называю она выглядит как-то так размыто ничего хотите 2011 год в принципе к этому даже и не придираюсь но тот движ от вот это вот вообще такой вот gta прям ну собственно говоря то что я хотел сказать о этой игре я уже сказал то что она драйвовая энергичная если вам надоел nfs риволз и прочие другие шняги которые вышли в этом году и с открытым миром то пожалуйста гоняйте играйте тут винга правда нету но все таки сюжет есть и дело открытого мира это уже плюс а вот сейчас кстати мы сейчас своим погоняем стритрейсерами так 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 как же нам оба водках понял все понял 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 так отлично что что такое китай в китае гоняем тихо 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 какое подкрепление у меня минут осталось гони джека гони ах ты ж блин видов и видим это спидран или как он там тест короче по контрольным точкам надо ехать вовремя вот такая фигня будет на протяжении всей игре все игры то есть получается тут весь сюжет делится на 4 задания то есть вот таких первое это вот так вот выиграть гонку второе это пройти вот такой вот мы сами поняли чё 3 это вроде как на выбивание что ли там короче надо находиться впереди чтобы все соперники как бы вылетели если же мы будем сзади находиться то естественно нас вы бьет самых самыми первыми вот а четвертый это уже сама сам босс воу доберись до лас-вегаса лас-вегас оу это круто тихо 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 чувак тихо а также ребят совет вам посмотреть мой обзор на бернаут правда он получился такси она все-таки вот если полу если получится я скачаю этот буллет шторм ближайшее время и мы с вами его тоже посмотрим игрушку очень крутая буллет шторм то не проходил советую то блин такой драйв вы такого уж не видели так да 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 брат возврат чувак о чает мы быстро проедем кстати ребят давайте мы с вами проверим немножко физику вот пока мы сейчас вот и гоняем мы можем проверить физику как у нас вообще владеет машина вот с разными предметами разносится нет вот видите разнеслись перекрыты эти дороги копами тоже как бы есть физика немного стал бы стал бы тоже разносится хорошо все сделано очень качественно и круто так тем не менее нам надо блин вырваться вперед и пройти этот этап тем самым закончить наш некий такой обзор чеки я не знаю сколько мы уже играем но может минут десять-пятнадцать чем это говорю просто очень ребята советую если вы не играли в то есть в эту часть то совет вам поиграть вы просто не пожалеете это принесет уйму удовольствия особенно геймпаде клавиатуре не так хотя как хотите вот а дело только предложить так копов мы тоже можем стать вырубать как выраивался наш другим иным способом и вошли в поворот да иди ты нафиг ты меня сразу не догонишь чего я же капец какой быстрый не знаю как вы но я считаю это не тварь пицца ран одной из лучших частей серии не знаю почему но почему-то я именно так и считаю хотя играл я практически вообще во во все не тварь спиды начиная с поршин лэшт и заканчивая правил сам карбон тоже был under cover underground 1 2 там под пюрсит 2 про стрит помню как бы у того травил с most wanted most wanted 2 и и у заран все будет как все давай 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 почему мы его используем нитро используем на максимум яйцинская помощь воу 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 ты чё блин делаешь ах ты ж гад нет 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 блин скотина ай-яй-яй-яй такое тоже бывает ладно давай контролем точку чувак а ну там в принципе недалеко сейчас мы быстренько проедем так ты иди нафиг где-ка где подкрепление не знаю у xivision работает подкрепление так тихо 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 я пролетел и это было круто у нифига себе ну неплохая кстати тачка и прямиком с драйвера завершено 9 минут вот ребят собственно говоря мы с вами играли 9 минут я думаю вполне достаточно для такой быстрой игры вообще вы ее можете пройти часа за три если вот а вот сесть работа вот несмотря ни на что вот взять и пройти вот у меня вот как бы на счетчике часа 3 часа 30 минут я только половину прошел все нет вон он сколько я ошибся час 25 у меня короче и уже дошел я помню сан-франциско что ли или где там остановилась фиг знает короче где-то там в середине самой аляска или чет в этом роде вот о мой любимый трасса она сложная конечно но мозг тут классная кстати вот от музыка на про вообще в тему ясен пень все попробуем тупим 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 а ребят я же вам хотел показать какие тут еще такие экшен сцены то есть че же я вам не показал еще минуточку ребят с этим облом тут надо пройти все три этапа что делать то ёшкин код но это у меня открытой машины мы могли уже догадаться откроется в иран жаль вот это нельзя убить предположим вот это мы с вами выберем попробуем еще не пройти вегас немножечко тега типом и мы бухаем и там чувак как бы иди нафиг я хочу играть в казино мы на вот это вот шикарной машинке назову парше вы как хотите и тут я хочу сказать то что в можно вылететь с трассы абсолютно быстро и просто это плохо блин да на чистый обгон вообще ребята хочу сказать то что сюжет в ней очень хороший есть пару неожиданных поворотов то что не реально стоит поиграть то что захватывает дух серьезно вот как бы установил ее думал ну поиграем 15 и все и выключен нифига но я так затянуло что я не мог оторваться часа 4 с передышками конечно но минусы в ней тоже присутствует это вот предположим вот пока вот вы дрифтуете да вы можете попасть поворот или же еще как то вот короче торможение тут плохое и вот это вас может затянуть на долгие долгие часы прохождения вот а так все нормально чётенько когда мы едем даже по такой вот неровной дороге у нас даже вибрации срабатывает да круто вот так вот те кстати ребята еще замес заме хотел сказать то что вот если вы едете там где-то в сзади дам то есть вот на восьмых девятых позициях то вы без труда можете обогнать всех абсолютно вот концу вот этого маршрута они просто начнут либо тормозить либо же просто как бы дадут вам шанс их обогнать это круто безупречно круто так был разрушаемость frostb 2 в общем все ребят то что я хотел сказать об этой игре я уже сказал летсплей подошел к концу мой подписывайся на канал оставлять свои комментарии ставьте лайк ставьте в группу с вами был димекс игра need for speed мосту нет какой нахрен most wanted игра need for speed блин становись ты остановись я хочу остановиться и вот а вот покрутить камерой давай о игра need for speed the run зашла к своему логическому заключению подписывайтесь на канал оставлять свои комментарии ставьте лайки вступайте в нашу замечательную группу в контакте let's play games ожидайте еще обзоры на разные классные старые игры всем удачи нифига себе нифига себе ну и всем пока а еще рассказывайте канале друзья ну это так просто бум